День будет полезным, если вы встречаете его с нами. Доброе утро! Рубрика по вашим письмам готова ответить на вопросы. Первый сегодня от Тамары Борисовны. Эндокринолог направил меня сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. Скажите, могу ли я сдать его бесплатно по полису обязательного медицинского страхования? В поликлинике говорят, что он платный. Тамара Борисовна, перечень бесплатных медицинских услуг и исследований определен утвержденными стандартами. Эндокринология в него входит. Если лечащий врач считает эти исследования необходимыми, они входят в стандарт, то эта помощь должна быть оказана бесплатно. Если по каким-то причинам в данной поликлинике данного исследования просто нет возможности провести, в том числе эти лабораторные исследования, должно быть дано направление в клинику, где человеку это исследование должны провести бесплатно. Мы часто говорим об этом, но я напомню еще раз. Любой вопрос, касающийся медицинских услуг, вы можете задать сотрудникам собственной страховой медицинской компании. Номер телефона есть на бланке полиса. Следующий вопрос сегодня от Елены Владимировны. У нас в семье три ребенка. Скоро будет четвертый. В мае мы встали на очередь в программу по обеспечению многодетных семей землей. Теперь нас с очереди сняли из-за того, что старший сын прописан не с нами. Правомерно ли это решение и могут ли нас восстановить в прежней очереди? Елена Владимировна, как оказалось, у вас не совсем точные данные о причинах исключения вашей семьи из очереди. Законом определен перечень документов, которые важна многодетная семья предоставит для того, чтобы ее поставили на учет. То в данной ситуации данная семья не предоставила документы. Это справка о составе семьи и документ, подтверждающий факт регистрации на территории Пемского края в течение пяти лет. В связи с тем, что неполный пакет документов был представлен, поэтому основание было отказано в данной семье для постановки на учет. При предоставлении данных документов эта семья будет поставлена на учет. Я напомню, познакомиться с полным перечнем необходимых документов, посмотреть требования к участникам программы можно на сайте администрации Перми по адресу городперм.ру, раздел социальная защита, раздел земля для многодетных семей. Если и у вас есть вопросы, пишите, постараемся помочь. Напомню, координаты рубрики. Телефон 2-633-100, абонент утром или электронная почта утрособакрефит.ру. А я, Светлана Ларханиди, желаю вам удачи в делах. До встречи!